Саратовцам рассказали о плюсах службы по контракту. В Парке Победы прошла акция, приуроченная к 70-летию Победы, а также к 55-летию образования ракетных войск и началу осенней призывной кампании. Один день из жизни военнослужащих увидела Елена Губенкова. Показательные выступления от батальона охраны ракетных войск. Вся элита Таманской ракетной дивизии собралась в Парке Победы. В военной части ежегодно проходят службы около 200 призывников из Саратовской области. Среди них немало контрактников. Набрать желающих, отдать долг Родине решили и здесь. В Парке Победы открыли временный пункт призыва. С 2012 года со времени образования пункта отбора по контракту призвали на службу более 4 тысяч человек. Из них более 300 женщин. Люди активно хотят служить в Саратовской области. Но спешить с таким выбором не стоит, говорят военные. Для начала предлагают каждому попробовать хотя бы управиться с оружием. Собрать и разобрать. Современное боевое снаряжение разрешают любому, даже школьнику. Ксения теперь делает это шутя. Она записалась на контрактную службу несколько месяцев назад. Говорит, девушкам не нужно бояться трудностей. Эта работа не сложнее, чем любая другая. К тому же перспектив здесь намного больше. Для девушки стабильность. Получаем жилье. И зарплата, естественно, конечно. На гражданке ты никогда не будешь зарабатывать столько, сколько ты будешь зарабатывать, когда военнослужащий человек. Правда, сегодня уже не каждый может стать контрактником. К новобранцам предъявляют серьезные требования. Обязательно высшее образование, спортивная подготовка и моральная выдержка. Участниками акции стали около тысячи человек. Конечно, далеко не каждый из них сможет в итоге поступить на контрактную службу. Но организаторы мероприятия говорят, не это главное. Сегодня закладывают основы будущих поколений военнослужащих. Ведь акция, в первую очередь, нацелена на тех, кому еще только предстоит служба в армии.